вот такая тыковка весит у меня она примерно полтора килограмма я сейчас ее буду разделывать разрезать тыкву как тыку резать то знаю о пользе тыквы не приходится говорить все знают ее свойства она очень низко калорийный продукт и каши готовят и просто ее запекают вот как сегодня я сделала разделывать конечно не тяжеловато очень тяжелая шкурка потому что это же продукт такой она лежит на земле и чтобы не повредилась внутренность от всяких жучков и ручков и вот такая жесткая шкурка вот еще тыква семечки у нас пойдут отдельно мякоть тыквы убираем вместе с семечками на пользе тыквы вообще не приходится говорить все знают ее полезные свойства на 98 процентов она состоит из влаги как кабачок и очень много там нужных нам витаминов витамина а б и цель и даже какой-то новый витамин т который существует даже в кунжуте и ты только в тыкве они очень полезны для нашего организма никак она не чистится берем нож вообще тыква полезна и взрослым и детям много из нее готовят и каши готовят с тыквой и запекают тыкву и добавляют ее во вторые блюда когда как на гарнир готовят тыкву сегодня я запеку ее тыкву и пробираю и тыкву и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну тыква вообще диетический продукт, низкокалорийный и очень полезный для заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта. Это очень полезно для тех, кто соблюдает свой вес, является мочегонным средством. Ну а масле тыквенном вообще это кладезь, тыквенное масло для нашего организма это вообще очень ценно. Для печени выводит шлаки из организма. Вот сколько семечек. Это у меня маленькая тыква на полтора килограмма. А если большие взять, есть же большие, то там сколько семечек. А семечки это вообще тоже очень полезные. Их не надо только жарить. Вот я их сейчас помою. Все соберу. Помою в проточной воде несколько раз. Вот сколько получилась семечек. Вот я сейчас налью воды. Они прям скользкие, семечки. Их надо мыть и мыть вот от этой мякоти тыквенной. Ну вот водичку уже почище. Пусть постоят еще, помокрут. А мне еще надо нарезать немножко тыквы. Не хватает мне. Сейчас мы эту тыкву будем запекать. Ну вот просто в емкость нарезаю кубиками нашу тыкву. Так она быстрее пропечется. И к токиве добавлю яблоко. У меня яблочко было. Одно. Добавлю яблоко сюда. Ну а если для детей делать, можно добавить еще маленькую чайную ложечку меда. Вместе с лимонным соком. Если заправочка густая получается, можно добавить немножко кипяченой водички сюда. Все перемешать, чтобы все обволокло. Мед, мед, подвалок нашу тыкву и яблоки. И поставить в духовку. Она у меня уже разогрета до 200 градусов. Ставлю минут на 40, потому что раньше она не сготовится. Ну вот прошло наше время. Тыква моя готова. Получается очень вкусный, такой нежный, пюреобразный десерт. Очень хорошо ребятишкам его подавать. Яблочный десерт. Добавил яблочный десерт. Субтитры подогнал «Симон»